И сегодня я для вас проведу презентацию. Я накидал себе, в принципе, мысли, которые хочу вам рассказать про наш удивительный бизнес. И если эта презентация будет кому-то полезна, если кому-то, кого-то нас мотивирует, и благодаря, может быть, этой информации в вашей жизни что-то поменяется, значит, я свой хлеб ем не зря. Нам компания платит деньги за то, что мы занимаемся информационным бизнесом. Итак, приступим. И сегодня разговор идет про бизнес, который сегодня набирает огромные-огромные обороты. Бизнес, который называется MLM. И есть очень много разных компаний по всему миру, кто этим занимается. Я работаю в компании Арифлейм, и сегодня представлю вам возможности нашей компании, как быть свободным, богатым, счастливым, зарабатывать деньги, путешествовать по миру, покупать себе классные тачки. В общем, жить полной насыщенной жизнью, как это делают люди, которые состоялись в этом бизнесе. Все начиналось не так хорошо, как это было сейчас, потому что любой человек, который начинает заниматься бизнесом, приходит, он в это дело не просто так, а его перестает устраивать жизнь. Люди начинают предпринимать, таких людей называют предпринимателями. В прошлом я был учителем физики-математики, жил на Сахалине, в городе Южно-Сахалинске, работал в школе, был заучим. И в принципе, если взять с точки зрения обычных людей, я жил достаточно неплохо, у меня была работа, у меня было уважение, у меня было репетиторство, у меня было еще несколько работ. Я крутился, как белка, в колесе 24 часа в сутки. И была одна проблема, которая меня мучила 24 часа в сутки. Несмотря на то, что у меня было несколько работ, у меня катастрофически не хватало денег. Катастрофически не хватало денег. Вроде бы ты крутишься, вертишься, ты получаешь какие-то деньги, ты живешь, но проходит 10 лет, и ты понимаешь, что ничего в жизни не поменялось. Вот как ты жил со своим ремонтом, так и живешь. Вот как ты ездил на какой-то там убитой машине, ты на ней ездишь. И вы знаете, так до сих пор живут огромное количество людей. Вот людям некогда остановиться и осознать, что, собственно, в жизни происходит. Мне в жизни повезло, потому что нам перестали платить зарплату. И, наверное, вот этот шаг заставил меня задуматься об этой жизни, потому что когда ты ходишь на работу, у тебя денег нет, и твой уровень жизни резко падает, начинаешь задумываться. И вот я считаю, что то, что они платили зарплату, это большая удача в моей жизни, потому что я впервые стал думать о том, почему такая так несправедлива жизнь. Потому что вот о том, что жизнь несправедлива, я понял еще в детстве. Я жил в бараке, у меня родители много работали, так же, как и я, и они жили одним днем. Они сказали, вот сейчас мы переедем в благоустроенную квартиру, туда будем покупать мебель. И вот так вот я вырос с старой мебелью, со старыми. У нас не было обоев, у нас были беленные стены, которые были побелены. Мы жили, вот я, две моих сестры в одной комнате, уроки делали по очереди. И ничего хорошего, вам скажу, в этой жизни не было. Так жили бы очень большое количество семей. И нас приучили жить не ищите. Ну, что говорить, по большому счету, мы все еще в совке. Когда я попал в школу, в принципе, предел мечтаний в те времена, там, 90-е годы, дача, машина, квартира, все, жизнь удалась. Но потом, когда началась перестройка, когда люди начали покупать иномарки, покупать квартиры, одевать красивую одежду, когда дети стали одеваться лучше, чем я, я понял, что в жизни что-то происходит не то. И вот когда нам перестали платить зарплату, передо мной пронесла вся моя жизнь. Вся моя жизнь, я не спал несколько ночей, я думал, почему жизнь так происходит, почему я много работаю, то, чему меня учили родители, но они дают мне того удовольствия, которое хочется. Вот смотрите, каждый из нас, по большому счету, хочет в жизни быть счастливым. Он хочет, чтобы у него были деньги, да, он хочет, чтобы у него была любовь, дети, семья. Он хочет путешествовать, он хочет, чтобы было много хобби, друзья, творчества, духовность. Вот это все, все направления, все направления жизни, которые человек хочет развить. Ну, каждый может добавить сюда все, что он хочет. И я считаю, что нельзя быть зацикленным, только зарабатывать деньги или только заниматься духовностью. Это люди, люди бедные, бедные мозгами, бедные умом. Поэтому смотрите, успех, наверное, это вот тогда, когда у тебя все в жизни процветает. Но, когда я стал анализировать, а что у меня, собственно, происходит, где-то у меня было лучше, где-то было хуже. Но я выяснил одну интересную закономерность, которая меня просто в стоп провела. У меня вот на все это не было, по большому счету, ни денег, ни времени. И вот этим всем я занимался урывками. Финансовые составляющие у меня было на низком уровне. Любовь у меня начала катиться под откос, потому что я там работал по 2-4 часа в сутки. С друзьями не было времени встречаться. Это здоровье, когда ты работаешь без выходных, тоже ни к чему хорошему не приводит. И тогда вот я подумал, ну а что произойдет еще в следующие 10 лет? Да? И я со страхом стал понимать, что я могу всю жизнь так провести. И вы знаете, я начал, впервые тогда задумался о том, что, может быть, нужно что-то глобально в жизни поменять. Что-то глобально в жизни поменять, чтобы... Потому что если я, например, что-то в жизни поменяю, у меня есть шанс провести остаток своей жизни вот в этой суете, в вечной беготне. Потом я в книгах это прочитал, это называется «Крысинные бега». Люди бегут, 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 неизвестно куда. Ты просыпаешься в одной и той же квартире, в одной и той же одежде, у тебя ничего не меняется. Я вот сейчас вот хожу по чайным встречам, здесь по Киргизе, по Бишкеку. У людей старая обои, у некоторых мебель. Те люди, которые ничего не делают для того, чтобы улучшить свою жизнь, вот эти все показатели, у них ничего не меняется. Меняется только у тех, кто глобально меняет свою жизнь. Вот смотрите, я вам приведу пример. Способы заработка денег, финансовая грамотность. Кто-то за тысячу долларов сдает квартиру, кто-то за тысячу долларов сдает квартиру и потом на эти деньги живет, а кто-то за тысячу долларов пашет 24 часа в сутки на трех работах. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, как бы вы хотели зарабатывать? Вы хотите просто сдавать квартиру, у вас 100% свободного времени, вы отдыхаете, ездите на Секуль, путешествуете, вы занимаетесь с детьми своим здоровьем, либо вы пашете за эту тысячу долларов, даже если это любимая работа. Как вы хотите зарабатывать? Потому что, смотрите, жизнь – это выбор. Жизнь – это выбор. И каждый выбирает себе ту жизнь, которую он достоин. Когда-то, в свое время, когда Бронислав Крапкин нам с Ольгой рассказывал про этот бизнес, и мы с ним спорили, мы с ним доказывали, что это ерунда, это плохой бизнес, этим занимаются дураки, все зомбированные и так далее. Ну, я тоже был нормальным человеком в свое время, пока не стал богатым. И Бронислав тогда сказал такую очень грамотную фразу. Он мне сказал, знаешь, Алексей, а ты достоин той жизни, которую ты имеешь? Я говорю, Бронислав, я достоин того, чтобы работать 20 часов в сутки? Я достоин жизни, где я получаю, кручусь много, а получаю мало? Он говорит, да. Ты достоин этой жизни, потому что это ты выбор. Потому что он мне сказал, жизнь – это выбор каждого из нас. И вы определяетесь, как вам жить. И знаете, многие люди говорят, ну а где я возьму там 3 миллиона рублей, чтобы купить квартиру, сдавать в аренду? Ребят, сейчас не надо покупать квартиры, не надо. Сейчас есть много разных способов заработка. Огромное количество способов заработка, один из них – MLM. Бизнес, в котором можно ничего не вкладывая, зарабатывать серьезные деньги. Практически ничего не вкладывая, ну, я имею финансовые какие-то цели, потому что за 5 долларов, за 5 долларов можно начать свой собственный бизнес. Все, за 5 долларов можно начать бизнес, и по большому счету можно делать деньги практически из воздуха. Практически из воздуха. И сейчас моя задача вам рассказать, как эти деньги можно заработать в Reflame. Как в этой жизни все-таки решить свой финансовый вопрос, как решить вопрос, как помогать детям, родителям, как решить вопрос там с квартирами, с машинами, потому что проблем, я вам скажу, огромное количество. Мне вот Володя, полежая в свое время, сказал, он мне нарисовал такой график интересный, и сказал, Леш, скажи, пожалуйста, что в жизни больше, проблем, либо возможностей? Проблем, либо возможностей? Говорю, Володя, конечно, проблем. Да, квартиру заплатить, вот это, вот это, жизнь одни проблемы. Он говорит, конечно, Алексей, только для многих проблемы, они душу изматывают. А если ты решишь финансовый вопрос с помощью возможностей, ты вот эти проблемы как орешки будешь щелкать. У тебя не будет, по большому счету, никаких проблем. Почему? Потому что сейчас организовать себе хорошую, роскошную, достойную жизнь при наличии финансов очень просто. Сегодня в магазинах есть все. Да, сегодня есть люди, которые могут убирать твою квартиру, которые могут там что угодно делать. Ваша задача, по большому счету, захотеть что-то в жизни поменять. Вы знаете, у меня это случилось в 98 году, в 33 года. Я решил стать свободным, богатым и независимым человеком. Я решил сделать все в этой жизни, чтобы моя семья, вот была жизнь до и жизнь после. После того, как я принял решение, сказал, с этого момента моя семья будет жить по-другому. Моя семья будет жить по-другому. И я никогда не предал своих слов, я не стал там думать, буду этим заниматься, не буду, хочу, не хочу. Я просто включился в это дело и стал зарабатывать деньги. Стал зарабатывать деньги. Кстати, смотрите, немножко еще о плохом поговорю. Сейчас, сейчас доллар, доллар уже, сколько у нас? 67 рублей. Евро? Евро. Уже 77. 77. Я не знаю, как, кто чем думает, но я вот эти вопросы четко понимаю. Для меня это старт на то, чтобы делать новый бизнес. Нужно сейчас срочно возвращать те позиции в долларах и верах, которые мы имели до поднятия курса доллара. Есть такой анекдот интересный на эту тему. Пессимист говорит, все плохо, все плохо, все плохо. Оптимист, да ладно, будет еще хуже. Ребят, знаете, какая бы ни была жизнь, если ты что-то предпринимаешь, ты можешь всегда идти наверх. Может быть, сейчас нужно бежать быстрее, может быть, сейчас нужно работать больше. Но вы знаете, рано или поздно кризис пройдет, и те люди, которые сегодня в кризис стартуют, они потом вот эту ситуацию встретят уже в очень хорошей финансовой ситуации. Мало то, что сейчас эти люди проживут по-человечески, они потом будут достойно жить, когда наступит стабилизация. Она наступит, друзья, рано или поздно приходит момент. Всегда после черной полосы наступает белая. Это было, если будет, ребят, мы уже третий кризис переживаем вместе с Алифлэй. Итак, давайте мы с вами начнем с чего? Сейчас есть бизнес, в который не нужно вкладывать деньги, бизнес, в котором вы будете сотрудничать с огромнейшей компанией с оборотом полтора миллиарда евро, в котором не нужно иметь никакого опыта, в котором, не важно, мужчина это или женщина, не важно, какой национальности. Если у тебя есть желание, у тебя могут научить, подсказать, и если ты будешь этим заниматься серьезно, я вам даю стопроцентную гарантию, что вы станете богатыми, успешными и счастливыми. Выгодно ли сейчас заниматься Алифлэй? Очень много разговоров на эту тему ходят. Многие люди говорят, нужно быть первыми, нужно быть в новой компании. Ребят, все это фигня. Сейчас наше время, первые не преуспевают. Сегодня преуспевают профессионалы. Либо ты в этом разбираешься, либо ты не разбираешься. Если ты, вот, сидя, сам открою, да каким бы ты первым не был, ты никогда не поднимешься. Сегодня вы никогда не пойдете в такси, не сядете в такси, если таксист спросит вас, где тормоза. Сегодня вы никогда не пойдете в парикмахерскую, если чок первый день на работе. Запомните, сегодня время, вот совсем недавно образование практически не ценилось. И мы на презентациях говорили, не надо иметь высшее образование, нужно иметь среднее соображение. Сейчас все поменялось. Сегодня очень важно иметь образование. Сегодня мир технологичный. Сегодня важно, чтобы ты сам учился постоянно, и твои дети этому учились. И к учению их нужно приучать. Почему? Потому что если станешь экспертом, экспертом в какой-либо области, ты всегда будешь востребованным человеком. Поэтому чем хорош Арифлейм? Арифлейм – это эксперт в области MLM бизнеса. Это самая крутая компания на сегодняшний день в России, в СНГ и в Европе, и в тех регионах, там почти 64 страны, где мы работаем. Мы являемся экспертом, мы титуем моду, мы люди, которые работают в Арифлейм, зарабатывают колоссальные деньги. И вопрос, выгодно ли сейчас, выгодно ли сейчас заниматься Арифлейм? Вопрос, на который отвечаю каждый день по 10 раз, потому что люди говорят, вот, надо было в 90-х годах приходить, сейчас поздно. Ребят, я вам сейчас развею этот миф за одну секунду. Вот, к примеру, возьмем Самара. Самара. В Самаре 1 миллион жителей. Вы прочитайте, пожалуйста, вот эту статистику на тот регион, в котором вы работаете. Не важно, это деревня, либо город, там, 200 тысяч населения, либо миллионник. Я вам скажу, в среднем статистика везде одинаковая. Одинаковая. 200 тысяч населения. В среднем насыщенный рынок считается, когда 20% населения пользуются нашей продукцией. То есть это наша база активных клиентов. База активных клиентов. А для Самары это составляет 200 тысяч человек. Так вот, смотрите, я сейчас не буду брать всю продукцию нашей компании. А вот здесь в каталогах очень много шедевров, очень много крутых вещей. Почему? Потому что Арифлейм владеет одним из трех, из трех научных центров по разработке косметики. Всего есть три центра в мире, которые разрабатывают косметику. Один из них принадлежит в Швеции. И знаете, большинство компаний, они заказывают свои разработки в этих центрах. Они пользуются патентами. И многие наши патенты используют крупные холдинги косметические, которые сегодняшний день есть в мире. Итак, смотрите, 200 тысячок. На чем мы работаем? Вы знаете, в момент кризиса люди начинают экономить. И я это вижу сплошь и рядом. И люди перестают покупать какие-то дорогие вещи, их меньше ставят ходить в рестораны. Но мыться никто не перестает. И я работаю на потребительской корзине. Если считать только потребительскую корзину, уже выгодно работать. Что такое потребительская корзина? У каждого человека в ванне есть зубная паста, зубная щетка, есть мыло, шампунь, мочалка, гель для душа. Ну, порядка 10-15 номинований товара, который нужен для того, чтобы просто быть чистыми. Чистыми. Чистым сегодня быть актуальным. Никто не пойдет на работу грязным. Поэтому смотрите, я беру очень маленькую цифру на то, что каждый человек тратит на себя в месяц на косметику. Это всего лишь 500 рублей. Ребята, 500. Не 5 тысяч, не тысячу, не две, 500. Так вот, смотрите, если 200 тысяч жителей купят себе всего лишь на 500 рублей сегодня либо шампунь, либо мочалку, либо еще что-то, то товарооборот составит в Самаре 100 миллионов рублей. 100 миллионов рублей. Компания готова, согласно маркетинг-плану, маркетинг-плану вернуть до 30%. Это порядка 30 миллионов. На сегодняшний день, каждые 20 дней компания готова давать людям, кто живет в Самаре. А сегодня с введением интернет-бизнеса можно сегодня подключать людей везде, на всем русскоязычном пространстве, где есть доставка товара. Вопрос, так выгодно ли сейчас заниматься тем, чтобы давать людям информацию о том, что можно быть просто клиентом компании. Смотрите, что я объясняю сегодня новичкам. Если взять весь Арифлейм, весь Арифлейм всего мира, он состоит приблизительно из трех частей. 80% это потребители, 15% это продавцы. Ну, потребители, понятно, люди, которые никогда не будут заниматься бизнесом, они приходят в Арифлейм только покупать себе. 15% это люди, которые, ну, им вот так вот нужны деньги сейчас, сейчас нужны 100 или 200 долларов. Они берут каталоги, носятся, собирают заказы. Это было, есть и будет. Продажа, кстати, очень классная вещь в Арифлейме. На них можно выжить. И 5% это предприниматели, люди, которые, собственно, строят бизнес в компании Арифлейм. И когда мы говорим о том, что 200 тысяч жителей Самары, 200 тысяч жителей Самары будут являться базой активных клиентов компании Арифлейм, я имею в виду и вот этих людей, и вот этих людей, и вот этих людей. Понятно, да? Поэтому смотрите, очень многие люди говорили, я уже был в Арифлейме, я говорю, а где ты был? Он говорит, вот здесь. Я говорю, все понятно, хочешь сюда? Я говорю, здесь деньги, здесь красота. А можно быть здесь, здесь и здесь. Можно по-разному быть. И вот смотрите, сейчас очень выгодная возможность начать свой собственный бизнес. Почему сейчас выгодно начать? Потому что смотрите, если взять, например, фонды зарплат людей, вот средний класс у нас совсем недавно зарабатывал 30 тысяч, это считалось круто. Бедные у нас зарабатывали в среднем десятку. Богатые зарабатывали порядка 100 тысяч рублей. С кризисом это все начало падать. Те люди, которые были середнячками, сегодня перерасли в разряд бедных. Те, которые были богатыми, перерасли в разряд середнячков. Почему? Курс доллара упал в два раза. Мы получаем те же деньги, но мы купить на них можем в два раза меньше. И сегодня люди, которые с такими пальцами ходили, говорят, я в банке работаю, я там работаю, сегодня стали задумываться о том, что в жизни что-то нужно менять. И запомните, сейчас именно то время, когда у вас есть возможность стартовать и начать свое дело. Именно сейчас нужно стартовать. Почему? Потому что, если взять психологию, первый закон психологии говорит, человек ничего не будет делать, если у него не будет причины. Все начинается с мотивации. У тебя появилась мотивация, ты можешь что-то в жизни поменять. Если, когда не было кризиса, ты зарабатывал сотку, ты никогда не будешь менять ничего в своей жизни. Почему? Потому что, у тебя есть в принципе, нормальная машина, нормальная квартира, у тебя все налажено, но когда твой уровень падает, у тебя возникает потребность что-то в жизни поменять. Ребята, вот сейчас упустите время 2-3 года, потом опять попадете вот сюда и будете вот с этими соткой вот так вот пытаться как-то жить. Ну, я говорю про людей, у которых хотя бы сотка. А у людей, у которых десятка, тридцатка, вообще нужно что-то задумываться, потому что сегодня на тридцатку уже не выжить, не выжить, тем более в Москве. Ну, в Бишкеке у нас на тридцатку можно выжить, а в Самаре уже нет. Это я беру на человека. Беру на человека. Ну, вы можете со мной не соглашаться, можете соглашаться, просто, если вот по большому счету, я все равно прав, потому что, если взять уровень жизни в деревне, все равно уровень жизни упал. Все равно мы с вами зависим от курса евро. У нас и запчасти, и одежда, и там много-много чего сейчас завязано на евро и на доллар. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, даже вот тот же бензин, он все равно дорожает каждый раз. Запчасти на машины дорожают, запчасти на бытовую технику дорожают, бытовая техника дорожает, все дорожает. Запомните, сейчас время стартовать и время делать бизнес. Это очень выгодно. В чем смысл этой работы? Основной базовый смысл. Смотрите, вот эта компания. компания производит продукт, она его доставляет, растомаживает, юридически оформляет, сертификаты получает, но иметь товар, это не значит быть успешным. Успешным компания является только тогда, когда у нее появляются люди, которые покупают ее товар. И Арифлейм ничем не отличается от любой классической компании, которая хотят зарабатывать деньги. Смотрите, вот здесь находятся люди, которые моются, бреются, красятся, которым нужна зубная паста, нужно мыло, нужны мочалки, нужны крема. И смотрите, если вы будете давать информацию вот этим людям и говорите, приходи в компанию, экономим 18%, получай подарки, приходи в компанию, получай 18%, получай подарки, приходи в компанию, получай 18%, получай подарки, приходи в компанию, получай 18%, получай подарки. Вы, занимаясь информационным бизнесом, будете помогать компании строить ее клиентскую сеть. Притом смотрите, что интересно. Мне люди говорят, в этом бизнесе надо бегать и продавать. Ребята, кто здесь продает? Смотрите, продукт продает вот этой Маше компания. И вы даже не знаете, когда эта Маша покупает тот или иной продукт. Но если Маша пришла сюда и начала покупать в компании, и вы помогли создать вот такой товарооборот, компания согласно маркетинг-плану до 30% вам делает возврат на ваши расчетные счета согласно тому бизнес-плану, той бизнес-модели, по которой мы работаем. Смотрите, мой друг, у него мойка. Он говорит, Алексей, я делаю деньги из воды. А я говорю, а я вообще из воздуха. Он говорит, слушай, а как это так? Ну из воды мойку я понимаю. Когда я ему объяснил систему, я говорю, слушай, классная вещь. Ничего не вкладывай, можешь зарабатывать деньги. Вот смотрите, людей можно приглашать разными способами и давать им рекламу. Вот сейчас очень модно работать в интернет. Очень модно работать в интернет. Сейчас интернет-проекты развиваются бешеными темпами. И я работаю в том числе тоже в интернет-бизнесе. Я даже вот работаю на промостойке. Сегодня вот, например, стоял на промостойке. Идут молодежь, там девушки, мальчишки. Я подхожу, вот так говорю, ребят, здравствуйте, меня зовут Алексей. Прям протягиваю руку, они здороваются, останавливаются. Говорю, можно одну минуту вашего драгоценного времени? Они говорят, можно. Я говорю, ребят, я работаю в Арифлэм, слышали такую компанию? Они говорят, слышали. Я говорю, пользовались? Они говорят, пользовались. Я вам показывал инкрузер, говорю, видите, Арифлэм написано, это подарки от компании. Я говорю, вы хотите такие подарки получать? Они говорят, ну, в принципе, неплохо. Любите машины? Они говорят, любим. Вы любите получать хорошие деньги, чтобы у вас было возможности купить машину, сводить девушку в ресторан? Они говорят, да. Я этим делом занимаюсь 16 лет. Я приехал сюда для того, чтобы научить людей, которые хотят иметь небольшой бизнес для начала в тысячу долларов. И моя задача этому учить. Говорю, вам это интересно? Они говорят, ну, в принципе, интересно. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы с компьютером имеете дело? Они говорят, в каком смысле? Вы кнопку умеете нажимать? Они говорят, умеем. В соцсетях сидите? Сидите. Я говорю, вы знаете, значит, у вас есть шанс стать богатым человеком. Потому что то, чем я занимаюсь, сегодня молодежь делает в интернете. Я могу наладить правильную рекламу нашей компании через интернет? Запросто. В соцсетях это делается на раз-два. Возьмите, наберите интернет-бизнес, рекрутирование в интернете, в ютубе высветится миллион роликов. Миллион роликов высветится. Вы просто в никаких проблем разберитесь, как это делать. Могу я рекламировать вот эту возможность своим друзьям, знакомым, своей семье, близким, дальним родственникам? Запросто. Могу я на промо-стойке просто приходить, там, говорю, приходите в офис, есть классная информация, получите подарок и получите классную информацию. Могу я, например, рекламировать, проводя какие-то тренинги, проводя мастер-классы. Ребята, если вы хотите научиться этому бизнесу, а сейчас этим занимаются миллионы, десятки миллионов, а может быть даже и миллиарды людей, это делается все в принципе очень просто. Вот эту штуку надо разговорить. То есть научившись говорить, научившись общаться с людьми, вы можете создать очень высокодоходный бизнес, который будет кормить вас и ваших детей. Вас и ваших детей. Я называю этот бизнес бизнес-дипломатией, бизнес, в котором у тебя должны быть листочек и ручка. Все. Ты приходишь, начинаешь что-то рассказывать, ты говоришь, что есть три возможности. Первое. Можно покупать, можно иметь живые деньги, можно приглашать людей и стать богатым. Что тебе нравится? И если это делать каждый день, бизнес начинает работать. Недавно, ну я приведу пример. Один раз я работал в городе Волгодонске. И вот сегодня рассказывал историю. Мы с Оргой приехали туда, пришли в офис и говорим, ребят, что в офисе людей нет? Тоже было лето, они говорят, да вы знаете, вот людям не нужно, вот они все такие, они не хотят ходить. Вот они, и мы звоним, они не приходят. Я их слушал минут сорок. Я их слушал минут сорок. Ребят, оправдать можно что угодно. Вот что угодно оправдать. Свой бездействие. Да? Потом я говорю, хорошо. Значит, вы говорите, что сейчас нереально работа. Они говорят, да. Я говорю, да. Я закрываю дверь на ключ и говорю, а теперь сделаем так. Доставайте свои анкеты, списки своих знакомых. И сейчас, пока вы всех не прозвоните, вы отсюда никто не выйдете. Ключ закрыл, сел, сижу, жду. Они говорят, а что, Алексей, точно не выпустите? Говорю, хотите, в окно прыгайте. Они начали звонить. Люди сидели, ну, делать нечего, надо было звонить. И начали звонить. Каждый сделал звонков по 30, по 40, по 50, все по-разному. На следующий день в офисе нельзя было находиться. Вот такой улей. Люди идут, 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 идут. Вот смотрите, ребята, если вы хотите, чтобы у вас бизнес работал, чтобы ваша реклама работала, этим надо заниматься нормально. Не сидеть, не переживать, не там, не мучиться, не страдать. А нужно просто тупо идти и делать. Вот нужно, если промо-стойкой вы работаете, идти и делать. Если в контакте, добавляйте друзей, да, и начинайте давать им рекламу правильную. У меня сейчас задача не технология, а моя задача создания бизнеса. Я хочу сказать, что если вы будете работать, а бизнес начинает работать. Запомните, любой бизнес нужно делать. Сейчас я вам приведу пример, как и за что вам будут платить деньги. Как и за что вам будут платить деньги. Смотрите, весь товар у нас считается в баллах-бонусах. Что такое баллы, вы можете посмотреть вот здесь в каталоге. Под каждой баночкой написана цена и написаны баллы. Видите, вот здесь цена, вот здесь написаны баллы. Это эквивалент в балловом выражении. Вот смотрите, 200 баллов набрали, вам компания заплатит 3%. 6% набрали, вы набрали 450 баллов, вам заплатят 6%. 900 баллов, 9%. 1800 баллов, 12%. 3000 баллов, 15%, 5000 баллов, 18% и 7500 баллов, 22%. Вот здесь зарплата порядка 1000 долларов. То есть все начинают с нуля, все начинают что-то делать. И зарплата в среднем при закрывании звания, вот здесь звание директор 22% или старший менеджер, уже зарплата 1000 долларов. Как это сделать? Как это сделать? Мы уже поняли, что в этом бизнесе нужно приглашать людей. Сейчас я вам дам программу быстрого роста, под которой может воспользоваться каждый человек и добиться высокого результатов в короткие сроки. Если вы поймете саму идею. Идея очень проста. Смотрите, вот это вы. Вы просто приглашаете 4 активных людей. Вы видите, какой активный человек. 80% потребители, они не будут заниматься бизнесом, 15% продавцы и 5% активные люди. Поэтому, если вы хотите, что у вас бизнес стартовал, нужно найти активных людей. Есть смысл написать список знакомых и вместе со своим наставником, которых он вас пригласил в этот бизнес, пройтись по всем активных людях, которых вы знали или дружили когда-либо. Вы помните своих одноклассников, друзей, то есть с кем вы вместе работали, то есть всех активных людей. Смотрите, что нужно, это первый шаг. Найти 4 активных человека. Второе. Нужно самому научиться делать 100 баллов и научить людей делать заказ на 100 баллов. Вот смотрите, когда вы станете директором и будете зарабатывать 1000 долларов, вы просто будете покупать себе на 100 баллов. Те люди, у которых сейчас проблема. Я в свое время пришел, таким мне не было денег. Я просто брал каталоги, собирал заказы на 100 баллов. Это было временное явление, пока я не стал зарабатывать деньги. Я просто вот эти 100 баллов возвращаю назад, это порядка 100 долларов. Это мои затраты в бизнесе. То есть я занимаюсь набором и обучением людей. Набор обучения, набор обучения, набор обучения. И занимаюсь сортировкой. Этот потребитель, этот продавец, этот предприниматель. Этот потребитель, 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 продавец, предприниматель. Потребитель, 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 продавец, предприниматель. То есть я каждый день провожу встречи и таким образом нахожу людей, с кем работать. Смотрите. Компания считает ваш оборот. 100, 200, 300, 400, 500. Вы вышли на 500 баллов и сделали 6%. Недавно я взял свою распечатку 1998 года. Вот так вот у меня и было. В один в один. То есть мы с Ольгой нашли 4 человека. Мы их научили продавать или покупать. Они сделали заказы. Мы вышли на 500 баллов, получили 6% с оборотом 500 баллов. Все. Второй шаг. Второй шаг очень простой. Запишите. Научился сам, научи другого. Научился сам, научи другого. Если ты научился делать 500 баллов, научи Катю делать 500 баллов. Пускай Катя приглашает людей, ищет ключевых, а вы помогаете этому человеку развиваться. Свете помогаете развиваться, Даши помогаете развиваться, Илье помогаете развиваться. Смотрите, развивая своих людей, выводя их на результат, который сделали вы, вы делаете уже групповый оборот 2000 баллов. И делаете уже 12%. Смысл бизнеса – не просто приглашать людей. Смысл бизнеса – приглашать, обучать, сортировать. Пригласили человека, что хочешь, три возможности. Покупатель, я тебя научу, как сделать, продавец, бери каталоги, продавай, хочешь делать бизнес, начинаем строить карьеру. Смотрите, если вы будете приглашать, обучать, сортировать, ваш бизнес будет развиваться. У вас и у ваш бизнес-партнеров. Дальше. Научился сам, научил другого. Научился делать 2000 баллов по стратегии, которую рассказал. Научи Качу сделать 2000 баллов. Научи Свету сделать 2000 баллов. Научи Машу сделать 2000 баллов и Илью 2000 баллов. Вы закрываете объем, 8000 баллов, становитесь директором компании «Лифтой». Все, ребят, вы получаете 1000 долларов. Нельзя этот бизнес сделать в одиночку. Но если вы берете всего четырех человек и помогаете им выйти, ну, 2000 баллов – это на 12%, на двенашку. Помогаете все четырем людям выйти на 12%, вы автоматически становитесь директором. Ребята, это простая стратегия быстрого роста. Здесь нет ничего сложного. Это может делать любой человек, неважно в каком возрасте, потому что говорить языком – вот это дело. Потому что рисовать что-то на листочках, потому что выучить эту презентацию может даже ребенок в 14 лет. Поэтому в Арифле можно работать с 14 лет и до самой… Сколько можешь? Сколько можешь? Смотрите. Но 1000 долларов для многих людей сейчас уже не очень интересная цифра. 1000 долларов – это старт в этом бизнесе. То есть с уровня директора компании «Лифтой» все начинается. Вот эта стратегия, она изначально построена и заточена под большие деньги. Вот большие деньги. Сейчас вам немножко приоткрою завесу больших денег компании «Лифтой». Смотрите. Когда вы закрыли 22%, вам присвоили статус директора, выплатили 1000 долларов премии, средняя зарплата – 1000 долларов. Ну, это обычная европейская зарплата среднего человека. Это так называемый средний класс. Это не богатство, это… Гордиться здесь особо не о чем еще, но у вас уже есть опыт, и вы можете стартовать на бизнес, который предлагает вам компания «Рифлейм». И у вас есть 4-12% группы. Группы, с которыми вы работаете, которые собираетесь развивать в этом бизнесе. Смотрите. Как только Маша закрывает 22%, вы становитесь старшим директором. Вам компания выплачивает 1500 долларов, ваша зарплата поднимается. То есть за обучение новых директоров вам компания оплачивает эту работу. Помните, я говорил, можно за 1000 долларов работать по 12 часов, а можно получать деньги автоматически. Запомните, как только у вас Маша закрыла директора, вот эти полторы штуки вы получаете автоматически. Вот это ваша квартира, это Маша. И она не стоит там 3 миллиона, она стоит ваших усилий и вашего обучения, времени, которое вы на нее потратили. Вы знаете, мне эта идея очень понравилась, потому что обучая людей, вкладывая в них все, что ты знаешь, ты можешь создавать себе новые и новые активы. Как только вот это вы, а у вас Маша стала директором и света закрыла 22%, вы становитесь золотым директором. Мало того, что вы получаете 2000 долларов премиум и 2000 долларов зарплату, ваша компания еще премирует на золотую конференцию, вы съедете в Европу. Вот сейчас, 24 числа, мы улетаем в Валенсию на неделю отдыха за счет компании. Только потому, что когда-то мы открыли звание золотого директора. Это было 16 лет назад, и уже 16 поездок на золотые конференции в моей жизни уже было в Арифлэе. И я думаю, что сейчас каждому из нас, кто сегодня присутствует в нашем вебинаре, есть мысль запланировать уже на следующий год поехать на золотую конференцию. Нам сейчас объявят, где она будет происходить. Третий шаг, смотрите, когда у вас третий человек с ваших групп тоже закрыл 22%, вы становитесь старшим золотым директором. Это 3000 долларов премия, 3000 долларов зарплата и 2 человека, которые поедут на золотую конференцию. Ребята, делайте загранпаспорта, берите человека, кто вам нравится. Это может быть ваш муж или жена, это может быть ваша мама, ваш близкий родственник или просто друг. И свозите, покажите, какой бизнес, которым вы занимаетесь. Пускай он промотивируется и станет вашим материнским директором. Но когда ваши все 4 человека закрывают 22%, вы становитесь сапфировым директором. 4000 долларов зарплата, 4000 долларов премия. Ребят, простая стратегия. Найти 4 человек, сделать 4 шестерки, потом 4 девятки, потом 4 двенашки. И вы стартуете в бизнес с дохода в 4000 долларов. Мало того, смотрите, если посмотреть наш бизнес дальше, я вам сейчас дам формулу еще больших денег. Очень больших денег. Смотрите, вы выросли 4 группы, стали сапфирным директором, вышли на охот 4000 долларов. Кто вам мешает взять другие 4 группы и поднять свой доход до 8000 долларов? Кто вам потом мешает взять еще 4 группы и поднять его до 16000 долларов? Кто вам мешает еще взять 4 группы и стать президентом компании «Эльфлейм» с доходом в 100000 долларов? Кто мешает? Ребята, делая каждый год, развивая по 3-4 группы, вы можете увеличивать свой доход неограниченно. Неограниченно. При том, смотрите, этот бизнес можно делать не только сейчас в городе, которым вы занимаетесь. Если вы изучите технологию рекрутирования в интернете, а я еще раз говорю, сегодня весь YouTube забит технологиями. Сегодня успешные лидеры компании «Эльфлейм» с удовольствием делятся, как они это делают. За это не нужно платить денег, нужно просто включить видео и посмотреть, как это делается. Нужно обратиться своим наставникам, показать, как они это делают. Вы можете рекрутировать людей на всем русскоязычном пространстве. Почему это выгодно? Потому что, занимаясь рекламой, вам не нужно заниматься товаром. Компания «Эльфлейм» доставит товар в любую точку, где живет человек. Вот это называется сервис. Это главное преимущество компании «Эльфлейм» перед всеми другими малыми компаниями. Ни одна компания не будет заниматься доставлять ваш товар в другие регионы. А «Эльфлейм» сегодня имеет налаженную доставку во всех странах, в которых имеется его присутствие. Во всех. У нас налаженная система СПО, сервисный пункт обслуживания. Мы можем доставлять товары на дом через специальные чеки в терминалах. И эта система работает как часы, как швейцарские часы. И любая ваша баночка придет в течение 2-3 дней туда, куда вы ее закажете. Вот в этом преимущество. Поэтому, смотрите, бизнес, которым мы сейчас занимаемся, приобретает новое направление. Мы сегодня уходим в онлайн, мы сегодня занимаемся оффлайном, мы сегодня ищем новых лидеров, с которыми будем развивать регионы. Потому что сейчас нужны новые люди. И запомните, кризис – это время вашего роста, вашего бизнеса, когда именно вы будете подниматься. И если в вашей жизни у вас есть претензии на эту жизнь, ну хотя бы на тысячу долларов, есть смысл рискнуть. Но если вы хотите 10, 15, 20 тысяч долларов, ребята, запишите, заниматься этим нужно серьезно. Нужно упереться. Вот мне говорят, в чем смысл успеха этого бизнеса. Мне недавно девушка сказала, Алексей, скажите, почему люди становятся успешными, кто становится успешным? Нужно иметь высшее образование, нужно иметь мозги, ум. Я говорю, все это ерунда. Она говорит, а в чем тогда смысл успеха? Я говорю, знаете, добиваются успеха упертые люди. Они просто упираются в свое дело и достигают результата. Может быть, в этом и заключается талант людей, которые стали великими на этой земле. Великие писатели, великие финансисты, великие художники. Это люди, которые увлечены своей идеей и они фокусируются на выполнении своих целей. Вы знаете, вот мы живем в СНГ, у нас очень активный народ. Если мы поверим в это дело, мы упремся и будем двигаться вперед. Нас вообще не взять. Почему? Мы непобедимы, потому что у нас есть дух, который... Мы прошли трудности, мы прошли НЭП, мы прошли с вами Сталина, прошли войну. И мы с вами можем пройти любые кризисы. И сейчас России нужны вот эти вот люди, которые будут поднимать Россию, платить налоги, делать малый бизнес. Потому что сегодня наше государство делает все для того, чтобы у нас в жизни мы пережили вот эти трудные моменты. Мы совсем скоро станем самостоятельным государством, которое будет не зависеть от курса доллара. И в этом государстве нужно учиться правильно жить. Нужно быть богатым, счастливым, здоровым, нужно растить таких успешных детей. И тогда в нашей жизни мы уже станем взрослыми людьми, мы говорим, как классно я прожил эту жизнь. Поэтому я всех приглашаю в Арифлейн, всех приглашаю в этот удивительный бизнес. Бизнес информации, бизнес высоких технологий, бизнес сумасшедших товарооборотов и крутых лидеров. Всем успехов. Следующий вебинар у нас будет уже из Валенсии, из Испании. Наверняка на нашем вебинаре будут какие-то наши друзья. Это топовые лидеры компании Арифлейн. Мы живем, будем жить в отеле Вестин. Это отель для топ-100 СНГ. Недавно я получил письмо от Магнуса Брэнстрома, который поздравлял вас с тем, что мы живем в этом отеле замечательном. И, конечно же, мы поделимся той информацией, которую нам даст компания на этой замечательной золотой конференции. Впереди нас ждет юбилейный год, когда у нас будет юбилейный год компании. Это будет через несколько лет. Ребята, готовьте к квалификации. Это будут потрясающие возможности. Поэтому всем радости, успехов и новых побед в этом офигенном бизнесе. Всегда с вами Алексей Колтон. До следующего вебинара, до следующей встречи. Всем пока-пока.